Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение необычной партии в Сидмер Стивилизейшн 6. В ней я не играю, а комментирую то, что происходит в партии на шестерых. В моём сервере, в Дискорде, все игроки находятся в одной комнате и стримят то, что они делают, а я переключаюсь между их окнами и стараюсь комментировать происходящее. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании. К этому видео, или в правом верхнем углу вроде должна была появиться. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Ну и прошу вас в комментариях писать, как вы относитесь к подобному формату. Приятного вам продолжения просмотра. Чё, нефть у меня тоже две штуки, у англичанина есть. То есть, я к тому, что КГР эту игру сам себе проиграл. Скорее, а не англичанина. Честно, там дужится вся мощь на газоргаму. Блин, может не надо, может договоримся. Это четыре армолитчика. Видите, без стен даже одного бомбардировщика достаточно, чтобы снять всю защиту. С города 54 силы. Видите, один... Двумя бомбардировщиками в ход два города забирается. Вот настолько отстаёт венгр. Венгер здесь. Всё, уже столица. Ребята, я считаю, что самолёты — это дичь. Ну, у венгра ни стен нету, ни более сильных юнитов. Да, она всё не спасает. Оно... Стена... Стена два... Да. Нет, она и помогла. Эстергом двумя бомбардировщиками брался. А сейчас у тебя каждый город по одному удару и всё. Ну, да. Два удара меня тоже особо не спасло. Учитываю ещё 2400 мощи. Так, хочу посмотреть, во-первых, русский пытается ли... Ну, понятно, что всё к этому шло, но у меня просто не было никаких вариантов этому сопротивляться. О, как удобно. Так, перехода до улучшенной авиации русскому. Ну, я думаю, что он всё-таки... Блин, у него 409 денег, то есть он ещё будет ей самолёты строить. Всё. Вот, пришло бы то, что случилось. Случилось то, что прислучилось. То есть ты считаешь, что без нападения на англичанина ты не мог бы так развиться, чтобы быть с ним наравне? Ну, ты понимаешь, что ты своими гусарами бы нападал на его прокаченные юниты? И он никогда от тебя по науке не отставал в течение всей партии. То есть ты вышел бы в гусаров и что? И нападал бы на этих... Кто там, кирасиры? На кирасиров бы третьего уровня? Ну, у него не было кирасиров третьего уровня. Где он их прокачал? На Мали и городах-государствах? Я вот ни одного кирасира третьего уровня у него сейчас не вижу. Ну, потому что они уже кавалерия. Кирасиры, кавалерия? В смысле летучие отряды всадники. Летучие отряды, да, летучие отряды. Не, подождите, разве не кирасиры они называются? Кирасиры — это тяжелая кавалерия. А, это рыцари в кирасире, значит летучие отряды, да. Летучие отряды. Ну, третьего, не третьего. Если бы мне дали союзы, у меня плюс 12 было бы у этих кирасиров. Ой, не кирасиров, а гусар. Большие у меня сомнения, на самом деле, есть. Не поставил люкс-город. А, нет, вон плывет, плывет поселение сверху. Ребята, зрители, напишите в комментариях, был ли другой выход у Венгрии, пожалуйста. То есть, Венгрия меньше всех городов поставила в игре, не считая, наверное, Нубии. Нубия, а, ну, даже норвежец больше поставил, но у него проблемы просто с местом, у него просто хреновое место, реально. Кагыр просто зачем-то остановился. Слушай, у меня были игры, где я полкарты занимал, у меня не было алюминия и урана. Сейчас у меня, я понимаю, маленькая территория, в общем. Сикхизм идет по планете. Ну, я думаю, что американец быстрее норвежца захватит, чем русский сможет напасть на него. А потом, я думаю, русского может захватить. Ну, тут как бы... Я вижу тут единственное продолжение-то. Американец захватывает норвежца, потом пытается русского. Англичанин сейчас точно захватывает уже Венгра полностью. И, видимо, попробует Нубию. Так, вопрос к мистеру Ди, будет ли он Нубию? Тут будет в концовке, что англичанин и американец будут кидаться друг друга ядерками, а русский будет пытаться улететь, пока они там, типа, увлечены друг друга. Не, русский точно не будет улетать. Ну да, похоже на то. Тут вопрос, конечно, к Канаде больше. Не, мистер Ди... Мистер Ди вообще даже не планирует на Нубию напасть. Ну, я не знаю. Ну, это... Ну, зря. Зря, мистер Ди. Не знаю, почему я не знаю. Вот ты смотришь, я... Всю игру вот тебе надо было на Нубию напасть. Всю игру просто. Не проще будет прикрыть. Это просто вот тебя тормозит в развитии, реально. А ты Нубию хорошо опережаешь. Прикол в том, что у тебя до сих пор науки больше. Нет, у тебя уже больше. А, ну, блин, ладно. На восемь науки... Да, на восемь начинал. Ну, ничего, сейчас Венгры заберешь и... Надеюсь. И Нубию потом еще. То есть, ты думаешь, что у тебя будут проблемы с забиранием Венгры, да? Не, Венгер уже умер. Тут точно. Там бомбера, четыре бомбера, это, ну, ненормально немножко. Даже я это понимаю. Да, ты думаешь, я вообще как-то сопротивляюсь, я просто смотрю, что происходит. Потому что ты, как бы... Ну, у меня не кавалерия, никаких юнитов нет уж, каким бы я мог бы сопротивлять. Сопротивляться. Я мог бы сопротивляться только танковыми армиями. Ну, или своими самолетами. Статуя свободы. Вот статуя свободы сейчас Канаде надо. Кавалерия... Самое важное чудо сейчас. Классиров просто до черта. Почему он не хочет... Почему он не хочет Нубию забрать, я не понимаю. То есть, он, в принципе, мог бы и без самолетов нападать такой армией. Мистер Ди, а покажи, сколько у тебя союза длятся. Пожалуйста. Пять ходов. Спасибо. Ну, через пять ходов он не устекает в союз с Нуби. Он, вообще, по-моему, никак не планирует на нее нападать. Ты, кстати, можешь... Алюминия у него дофига. Аэропорт один есть. Опять я засоветовал. Ну, хотя, ладно. Пять ходов, может, он купит аэропорт и берет. Вавилон тоже вонишь? Прикольно. Купит перед... Прямо нападением. Чего требовалось? Ой, а кто там... А кто на Нубию нападает? Я. Никто. Нубия Вавилон забрал. Кто, кто на... А, это Вавилон, блин, да. Я просто не увидел, что это... Да, понял. Нубия, я могу рассчитывать? Как на верного товарища. Да. Если ты на Вавилон, блин, блин, нападает. Нет, не будет. А надо? Да нет, не надо. Я так не могу. У Нубии есть кампус плюс пять. Ну, я считаю, что если Мистер Ди сейчас по окончании союза не нападет на Нубию, то он в этой игре проиграл. Автоматически. То есть это у него просто последний шанс. Для удержания. Объективно. Потому что Люкс точно нападет на... Я понимаю. На Норвегию. Захватит ее. Он ее захватит, потому что норвежец явно очень сильно по науке отстает. Чтобы на тебя напасть. Ну, точнее, было мало Филиппра. Он сейчас ставит там город на... На алюминий. Нет, но я имею в виду вот в тот момент, когда ты нападал на кого-то, на... Этого, короче... Ставит город на алюминий и... У меня не было селитра, чтобы допасть на тебя. Покупает бомбардировщики. Будь здорово. Я пока довел там города поставил... Покупает бомбардировщик и захватывает Берген, в котором два алюминия. Сразу. Следующим ходом ставит. Через ход он сможет купить бомбардировщики. Через два хода он, видимо, будет... Люкс, а ты покажи, пожалуйста, когда у тебя заканчиваются эти... Ну, спасибо. Девять ходов. Люксу не надо было союза. То есть он 11 ходов назад продлил союз. Девять ходов — это долго. Девять ходов — это долго. То есть он не сможет через два хода напасть, если что-то. Почему пока... Да... А, тут город по военностям падает. Что это за сижу, скучаю? На грани города, что ли, по-моему? Нет, это я сижу, скучаю, жду, когда ты выиграешь англичанин. А кто это? Что-то, что-то люкс у тебя в последнее время нету как-то настроения в целую играть особо, по-моему. Ну, я не вижу тактики победы для себя здесь. Ну, то есть пока мы там еще где-то там соперничали с англичанином, в данный момент еще можно было что-то сделать. Сейчас уже... Я ему, конечно, не буду подсказывать, но тактика победы, очевидно, захватить норвежцы и русского. Ну, у меня не менее, где-то в русской территории, то как бы... Я бы Норвегу уже тоже захватил. У меня его нет. Ты обязательно... Не захватил бы ты Норвегу. С алюминием не захватил бы. Ну да, потому что ты с ним союз заключил. Я именно поэтому и заключил союз, потому что алюминия... Я увидел, где алюминий, и понял, что пока я доплыву, пока я разработаю. То есть у человека 100 науки, но ты с ним решаешь заключать союз все равно. Ну а чем на него нападать? Мне предлагаешь армию в городах строить вместо того, что я строю. Я районы достраиваю. Ну, не знаю, я с Люксом не согласен. Как бы ты открываешь алюминий, видишь, что у тебя нет на территории алюминия. Но есть алюминий вон на том острове, куда он поплыл и поставил город. То есть это отсрочивает буквально на несколько ходов всего лишь нападения. Зачем заключать тогда союз? Ты можешь заключить союз с тем же русским. Параллельно. Норвежец, я точно ничего сделать не может со своим отставанием по науке. Ну, как бы я так размышляю. Кстати, ну да. Нет, тебе кое-что нужно будет. Ну, эти уже... Онгличанин на 306 науки, это за счет захвата Венгара. А когда Венгар упадет полностью... Ну, не-не-не. Ее будет очень солидно. И называй меня мой господин. А канадец не нападет. Ну, хотя подождите, сейчас мы подождем. Он, наверное... Не, я хочу... Пока ничего. Честно, пока вообще ничего. Все-таки он, наверное, нападет на... Не ресурсы. На Нубию. Ну, потом... Ну, понимаете, вот... Англичанин действует хорошо и несомненно. Но у меня полное ощущение, что... Люкс, Кагыр и Мистер Ди... Проигрывают сами по себе игры. То есть они сами себе проигрывают скорее... Не потому, что у Англии там какие-то хорошие места. А потому, что... Мистер Ди... Венгар и Американец действуют хуже просто. Ну, а про русского я вообще молчу. Там... Русский должен был доминировать тут. Какая хорошая площадь. У... Канадца, кажется, самое лучшее производство вообще в игре. Где? Ты ее оставил у меня... Так она же исчезла. Не, не, театралка, театралка. Ааа, плюс семь, пять лет, да. Она вот как раз... Тем ходом, когда он меня напал, должна была начать строиться. Восстание через сорок годов напасть. Напасть даже... По лояльности отваливаются. Города у... Нубии. Так, сколько там ходов вообще? Тебе глянем, что делает русский. Он уже должен был, по идее, самолеты открыть? Да. Аэропорт у него есть? Строит ли он где-то самолеты вообще? Мастерская. Пошел туда город еще ставить. Центр вещания. У него аэропорт построен. А, у него алюминия нету. Ясно. У России нету алюминия. Так что... Ну... У меня такое ощущение, что люкс немножко как-то... Мобилизует войска. Он очень хорошо в начале сыграл. Очень хорошо расселился. В общем, у него все хорошо. Но он почему-то в процессе игры как-то кураж потерял. Такое ощущение. И... Такой, ну все. Хотя у него... Тут куча шансов. И Норвегию забрать. И дальше. То есть это... То есть это... Ушло, ушло и как бы ушли и мобилизованные юниты. Я считаю, что юниты должны оставаться в 25 ходах всего. Ну или там хотя бы 10-15. Ну да. Ну то есть если мыслить логически... Деньги заплатили? Договор оформлен? Ну да. Ну это в игре так не работает. Поэтому хотя бы спасибо Венгру дали вот такую штуку. С док послали. Прикиньте, какая жесть бы была. Если бы нельзя было еще и перекупить. Ну а так их никто не использует. Даже Венгрия, мне кажется. Нет. Я считаю, знаешь, как надо было бы? Венгар. Он же Венгар должен засоюзить и купить войска. Которые ему дешевле стоят. Так вот, другой человек должен засоюзить и тоже купить войска. Типа, он деньги тратит на это. А так получается, он только посла тратит, а деньги не тратит. Которые потратил Венгар. Вот так было бы правильнее. Венгар же платит деньги, но он меньше просто платит. У него бонус за счет того, что он меньше деньги платит. А так ты союзишь и плюс тоже платишь деньги. И такой город-государственный приходит к Венгару и говорит, ну там чувак заплатил больше. Сам понимаешь. Сдохни, тварь. Хороший дождь, Венгар, лога. И тут Венгар обратно посла, а еще денег говорит. Ну тогда ладно, тварь, живи еще. Мы идем к тебе на службу. И продолжают служить Венгру. Блин. 109-й ход. Русский... В итоге, как игрешки... Русский открыл территорию в трех клетках от своей границы. Не перекупает туда-сюда. Этих... Юнитах. Кубит, это... Ну просто, знаешь, Россия живет в каком-то реально темном веке. Просто... Че вокруг происходит? Пофигу. Есть же, нельзя напасть после заключения мира в течение 10 ходов. Кубит, смешно, конечно. Сыграл в этой партии. Кампусы крутые. Пофигу. Ну вот, кстати, кампус тут. На раз, два, три. Там можно было поставить. То, что вокруг происходит, пофигу. А Англия какие-то гэгэшки еще забрала? Нет. Ну, в процессе игры она забирала гэгэшки, да? Так, кого я хочу посмотреть? Ну, у Люкса хрен знает, когда он нападает. А, Мистер Ди, я хочу смотреть, будет ли он нападать на... Там буквально уже несколько ходов осталось до конца Союза. Аэропорт у него есть. Деньги у него есть. Ну, просто, если американец не забирает норвежца, и канадец не забирает нуби, то реально можно признавать победу Англии. То есть, отличная игра с его стороны. Захват Мали, захват Венгрии. Я имею в виду, возможно... Все, что у него было возможно, он использовал. А остальные сыграли очень пассивно. То есть, я вот жду какого-то войны все-таки со стороны Канады и Америки. Только они могут как-то помешать. Но так получалось больше. Да, не знаю почему, но так получалось. Два хода. Ну, видите, Мистер Ди показывает, что два хода состоит, что он все-таки будет нападать. Ну, раны бомбардировщики покупает. Следующим ходом надо было покупать. И ему нечем захватывать. Хотя есть. Хотя есть. Ну, да, есть. Да, ну, нуби он будет захватывать. Я только думаю, что англичанин сейчас должен будет вступиться за нуби. А, у него союз с Англией. А, у него один союз. Один ход союз с Англией. То есть, нападая на нубию, он не объявляет войну Англии. Это хорошо. Но Англия может кризис принять. Тут вопрос в том, примет ли англичанин продолжение союза через ход после нападения Канады. А, блин. Блин, ладно, я не буду вмешиваться. Мистер Ди забыл, что он не сможет сразу напасть. Я не знаю, стоит ли ему подсказывать. Он не сможет сразу напасть. Ему придется пять ходов ждать. Блин. Мистер Ди, ты забыл, что ты Канада? Нет, не забыл. Но он не сможет. А, Шатан, Канада. Он не сможет сразу напасть на нубию. Ему придется пять ходов ждать. Видишь, Лёш? Что, что, что? Аааа. Сорян, да. Это круто, да. Он принял... У него героический век. И он принял специально устремление золотого века на то, чтобы следующим ходом... там собрался на кого-то нападать, но забыл его осудить. Не-не. Мы не про это. Про хоккейные поля. Про хоккейные поля, да. Что творят канадцы? Скоро знаменитый матч. Рандеву... Не, как там называлось, когда Советским Союзом они играли? Битва Титанов. Нет. Нет. Было Рандеву 87, по-моему, но это следующее. А вот первое с Нахэловскими Звездами. Матч века, что ли? Да. Значит, ничего мистер Ди не забыл. Это хорошо. Это очень хорошо, что он нападает на Нубию. В то время, как Люкс там уже по ходу сдался, такое ощущение, мистер Ди борется. Отлично. Я не понимаю, как можно было с норвежцем Союз заключить дальше на 20 ходов? Чувак от тебя отстает. Чем ты грабишь кампус в Женеве? Не, я торговца там убил. Ага, ясно. Да. Ну, за англичанин неинтересно наблюдать, потому что он Ленгра забирает полностью. И я так понимаю, что с Нубией он дальше будет союзиться. И я думаю, что англичанин дальше пойдет в Ленгкоры. А давайте глянем, кстати. Машу меня на секунду уберется. Да, что он стал. Пойдет он в Ленгкоры или нет? Идет ли он в Ленгкоры, точнее? То есть дальше англичанин идет в Ленгкоры? Смотри. Все в каждом городе. В каждом. Прям вот в каждом. Пожди, я не вижу, что ты показываешь. Я просто не вижу ваш... Ага, да. Так, понял. Да. Ну, он показывает, что он в каждом городе строит лаборатории. Ну да, я думаю, тут победил англичанин. Очень пассивно все-таки канадец с американцем сыграли. Им надо было раньше забирать. А вот, кстати, вопрос. Захватил он дворец Патала. У него появилась эта карточка? Конечно. Да, я за это спасибо хочу сказать. Да, появилась. Да, я думаю, тут все уже не поможет. Ну, на самом деле, ребята, я думаю, что действительно можно признавать победу англичанину здесь. Я думаю, посмотри сейчас на меня пока рано. Сюда посмотри. Ну, я вижу, я вижу все, что... Я просто... Ну, я могу сказать только то, что Люкс и Мистер Ди просто очень пассивно сыграли. Вам все, что вы планировали сделать, надо было делать намного раньше. Потому что англичанин вот все очень вовремя сделал. И... Ну, во-первых, мне непонятно, Кагыр почему так слабо развивался. Шесть городов на этом этапе игры это просто, ну... Ну, это... Это ничего тебе не дает. У тебя отличное место. Самое лучшее место в игре было у русского. То есть вот там, где появилась Россия, если бы кто-то из вас там появился, вы бы просто улетели нафиг. У него там Кампуса по плюс пять. Ну, у него там гор просто немерен. Да, то есть Россия... А! Самый прикол в том, что у России... Ну, я уже, знаете, я раскрываю карты просто потому, что сейчас англичанин заберет американца без шанса. Я так понял, там Оскар начинается, да, еще? Не, Оскар еще, до Оскара еще пять часов. Ну, тут просто понятно все, к сожалению. Ну, я всю игру говорил, что мистер Уди надо захватывать Нубию. Не сейчас, когда ты это хочешь сделать, а это надо было делать намного раньше. Просто намного раньше. Он тебя тормозил из-за того, что у тебя больше нету места, кроме как Нубия сверху. У тебя, получается, ты отстал в развитии. Хотя у тебя очень неплохое начало, но дальше тебе просто вот Нубию реально надо было захватывать на Кирасирах. Это тогда бы тебе дало шанс выиграть. Американец, отличное тоже начало люкс просто. Вот у тебя просто лучшее начало в игре было. У тебя плохое место и у англичанина плохое место. И даже не смотря то, что он Мали забрал, это ему не помогало все равно. А у тебя за счет того, что ты поставил города вначале, у тебя много территорий было, ты вырвался вперед по науке, хорошо шел, и тебе надо было норвежца забирать. в любом случае, потому что норвежец бессмысленную войну с русским затеял, которая не дала ему ничего абсолютно. И он остановил русского, остановил себя, ты норвежца бы забирал вообще без проблем. После Первого Союза надо было, да, не с алюминией засуждать, а построить какое-то количество Кирас, и просто на Кирас. Да, мне кажется, тебя остановило то, что он, типа, твой единственный сосед, типа, а с кем мне еще союзится, вот. Да, да, а у тебя это единственный шанс был остаться, и ты бы реально опережал англичанина на самом деле, потому что англичанин забрал никакое Мали, там Мали, он, у него ничего не было вообще, то есть то, что он забрал Мали, ему ничего не дает. Вот, ну и... Ну это территория для города, да. Да, да. Ну и главное разочарование, конечно, Кагыр, потому что у него хорошее место было, и всего лишь шесть городов поставил, и, то есть именно за счет этого ты отстал от англичанина, он смог тебя забрать. Ты отставал от него, там, не знаю, ходов на восемь, наверное, по... Я мог бы больше городов поставить, но науки бы они мне немного дали, потому что там... Послушай, у Англии, у Англии вообще нету гор, у Англии вообще нету нормальных компусов, на плюс три там каких-то, вообще ничего нету. Он выиграл тебя за счет того, что он поставил много городов, у него было много жителей, это дало ему науку, и за счет этого он тебя обогнал. А ты поставил шесть городов, несмотря на то, что у тебя там были хорошие компуса, ты ему проиграл по науке, он тебя пришел и забрал на бомбардировщиках. У тебя куча территорий, ты должен был ставить выше еще три города, захватывать Нгазгаргаму, какой там следующий, Женеву, еще какой-то, у тебя там ГГшка какая-то была. У тебя была бы офигенная империя, и ты бы как минимум наравне бы шел с Англией. То есть в этой игре просто действительно самосвал сыграл лучше всех. Хотя у него не было территории хорошей. У него территория была вот как у американца, я считаю. То есть нет тоже производства, нет особо. Катя, самое большое производство у канадца было из всех вас, но мистер Ди опять же этим не воспользовался, не забрал Нубию. То есть у него было производство, за счет этого он там проекты делал, за счет этого он по науке шел хорошо. Вот, ну просто вы действительно пассивно сыграли, в отличие от англичанина. Англичанин вот, у него была очень тяжелая ситуация в начале, потому что его подпирали и Мали, и Венгар. То же самое, как и норвежца касается, потому что у норвежца с одной стороны русский, с другой стороны американец. Но англичанин это сразу понял, сделал разведку, пошел, забрал Мали, как самого слабого. Хотя я, кстати, самосвал, а ты не думал вначале на Венгра нападать? А у него военки было больше, и наути было в три раза больше. Ну я понимаю, но самая первая мысль у тебя была на Венгра напасть или на Мали все-таки? Вообще на Венгра надо было. Ну вот, у меня тоже было ощущение, что ты хочешь на Венгра напасть. И у меня тоже было такое ощущение, поэтому я войска и строил. А ты видел, я его просто обошел и забрал. Да, да, я видел, что ты обошел столицу и забрал столицу Мали. Но у Мали, проблема Мали в чем? У него вначале нету производства. То есть за Мали вначале обороняться очень хреново просто. И ну и Супергерл ничего не смог с этим сделать. Но опять же повторю, это не усиливало англичанин. Англичанин просто забрал одного из соседа. У Мали был один военный лагерь и одна по-моему священная этот священный район и все. И там два-три города что ли как-то вот так. Но дальше англичанин поставил хорошие города. Ну конечно это читерная херня, что у тебя даются морские юниты за счет гавани тоже. Тут оно да, тут неплохо это сработало. И дальше ну я не знаю Венгер вот я считаю, что тут Кагыр просто проиграл игру сам себе. Потому что у него хорошая была территория, он должен был раньше выходить в бомбардировщики как угодно. Но потому что у него шесть городов всего лишь было. Вот. Ну а Мистер Ди и Люкс должны были нападать на своих соседей. Тогда был бы шанс какой-то. здесь конечно самосвал сыграл. Просто самосвал просто лучше всех сыграл. Вот и все. Ну и последнее как вишенка на торте. Короче русский даже на данном этапе расследовал только три клетки от своей территории. Это круто конечно. Я такого такой разведки еще никогда не видел. То есть русский реально видит вот в трех клетках просто от своих границ что-то и все. Такой знаете сидит не денег типичной Россией. Да, да. Уверен что земля плоская вот это вот все просто стопудово какие-то там варвары вокруг живут. Просто три клетки в сторону какую-то. Ну ваши впечатления от игры какие? Прикольно. Мне понравилось. Ну тебе-то понятно почему понравилось. Как эксперимент прошел-то со стримами. можно конечно ну в принципе переключение ну знаешь это зрители скажут потому что в принципе переключаться нормально но но когда вот такое вот у супер горл вообще было хреново а потом еще у тебя мистер ди почему-то стало так не очень хорошо показывать но у всех остальных хорошо показывает приятно хостить у него поэтому может еще плохо а ну может быть да кстати ну поэтому я поэтому предлагал вариант когда ты со спектатором модом понимаешь да хорошо я со спектатор модом но я же все-таки на другом конце планеты и это может тоже влиять на качество связи но дело вы восьмером там сидите а еще я девятый вы же тоже со мной тоже должны связываться и спектатор мод он блин он глючный во-первых я не хочу сразу всю карту и непонятно во-вторых он глючит там некоторые юниты показы когда бы переключать ну может быть следующую игру можно попробовать со спектатор модом кстати почему нет но было интересно знаешь когда ты знаешь ситуацию я сейчас понял зрители когда пишут вот почему ты то не сделал почему это не сделал кстати самосвал а почему ты тормозил с нападением на венгрию мне интересно выходил в тиросинов а зачем а зачем я просто в ванилу не играл никогда по сути я в цпл сразу мне друг показал вот я сколько 500 часов уже наиграл вот а там самолет ну да я согласен но тут просто вот ты вышел в самолет и у тебя уже было почти не у тебя было 3000 то есть ты вышел в бомбардировщики купил два бомбардировщика и венгер даже со всадниками падает просто разваливается ну да я я опустил на тот момент уже когда я увидел что у англии там 30 с чем-то алюминия накоплено а я еще никак не доплыву до несчастного острова да кстати это еще один чит англии что он за счет гавани увеличивает себе лимит ресурсов ну это тоже очень круто и все остальные там должны военные лагеря строить для по англии пофигу гавани есть у тебя куча ресурсов значит есть вперед ну ты люкс тоже зря знаешь ты открыл алюминий ты видишь что он как бы в принципе у тебя ну ты его видишь он у тебя недалеко он у меня есть в Бергене а норвежец извини от тебя отстает офигительно просто тебе доплыть поставить вон там вот город и на следующий ход ты уже можешь покупать бомбардировщик Берген захватывает я так это сделал сразу но у меня почему-то туда поселок плыл какие-то столь ты сделал сразу и заключил союз с норвежцем зачем-то на 20 ходов я вот я комментировал говорил все вот сейчас сейчас люк ставит город на следующий ход объявляет войну норвежцу и прошу тебя показать союз а там 9 ходов такой ну все понятно у меня как раз только город доплыл до этого места как раз когда у нас оставалось до конца союза 9 ходов вот как если бы у меня были деньги купить в Филадельфии ну так у тебя оставалось 9 ход ты ставишь город и на следующий ход объявляешь войну норвежцу 8 ходов то есть вместо этого ты еще 8 ходов сидишь и ждешь когда он закончится союз вот если бы ты сейчас захватывал понимаешь если бы ты не был у тебя союза сейчас уже не важно но если бы ты тогда захватывал норвежца ты бы не так существенно отставал от англичанина хотя с другой стороны англичанин там к тебе линкорами плыл уже ну вот он приплыл сейчас здесь сплошные линкоры корпуса и как бы и чего я почему в один момент начал галеры строить оголтело это я видел тоже да я честно говоря думал знаешь на самом деле если бы ты в тот момент пошел и попробовал напасть англичанина у тебя бы получилось да потому что у англичанина тогда было так сорян сейчас я сделаю чтобы тут меньше людей было так вот если бы ты в тот момент когда ты стал стал строить галеры запланировал какое-то нападение на англичанину у тебя бы получилось потому что англичанина тогда было буквально две галеры и он занимался строительством поселенцев чтобы занять чтобы занять ту территорию которая вот у него досталось после мали ну то есть надо было вставить селитровые шахты несколько фигатов еще и задать на англичанину где он строит эти гавани мешать ему например то есть войну объявить тоже возможно я думаю мне бы хватило сжечь первые города хватило бы точно просто вот точно хватило бы и потом можно было бы уплывать назад как бы и все то есть вот тот момент понимаешь вот ты расселился да ты расселился у тебя была вся твоя территория занята а англичанин в это время только расселялся он строил везде поселенцев в тот момент ты был лидером в игре просто если бы ты остановил англичанина каким-то образом помешал ему ты мог тут победить потому что ты лучше всех тут расселил просто у тебя лучше всех города встали несмотря на то что территория у тебя плохая была но у тебя такая же территория плохая как и у англичанина вы в этом смысле равны ну в общем знаете мне было интересно не знаю как вам это интересно наблюдать за всеми сразу осуществил себя своим подписчиком да да Алексей вот чисто у меня вопрос такой что я неправильно делал в этой игре плохо плохо расселялся у тебя два города было в самом начале то есть у тебя просто очень мало городов у тебя была куча территорий сверху собственно тоже касается и русского я слышу что это фауст я слышу что это фауст спрашивает у фауста было сверху куча территорий та территория которая была справа у венгра что венгар не расселился вправо что нубия не расселилась вверх А, ну и самое главное, на самом деле, нубийские, надо было нападать на канадца в начале игры своими уникальными юнитами и забирать его. Вы были очень рядом, были очень рядом, и ты бы его просто снёс. Ну, я, конечно, не знаю, как ты воюешь, конечно, это тоже зависит, но нубийские уникальные юниты против нации без уникальных юнитов очень хорошо работают. Я, кстати, когда увидел, что он мой сосед, на какой он нации, я подумал, что я наигрался. Ну, понимаешь, а с другой стороны, то же самое касается и мистера Ди, то есть ты его вначале не забрал, а он тебя в середине игры не забрал, он должен был на тебя нападать в середине игры. О, Сим, ну тебя забрал, а он не напал на тебя, потому что он с тобой, типа, союзился, ну как же, нубия, он мой единственный союзник, там ещё плюс четыре караваны, типа, вот это вот привело к тому, что он на тебя не напал. Я просто две недели отдыхал, поэтому снова стал добрым, на кого не нападая. Да нет, просто я как-то Фауст разок на пятый ход игры забирал. Ну, я теперь в интервью поверить не буду, что он добрый, просто. Ну, просто вот в этой ситуации, здесь была самая плохая ситуация у норвежца и у англичанина в начале игры. Они оба были ограничены другими игроками. Все остальные могли расселяться в самом начале игры. Англичанин это сразу понял и пошёл в армию, ну, он сначала думал, на кого нападать, на венгры или на мали. Решал там. И он, это просто вот, сразу видно, что человек просто идёт в армию, строит всадников, чтобы их нападать. Я думал, что он эстергом заберёт, потому что Кагыр очень его жадно этот эстергом поставил. Прям ему в лицо англичанину. Он ещё там с трёх клеток атакуется, просто сказка. Но потом, в какой-то момент, англичан, видимо, понял, что мали-то послабее будет. И пошёл его, там обошёл, столицу захватил с самого начала, а потом уже Тимбукту там пилил, потому что там стены были. Вот. А норвежец, видимо, тоже решил на русского нападать. Там проблема с русским в том, что только Ярославль берётся и всё. А потом там начинаются проблемы, и... То есть, норвежец не смог решить эти проблемы. Да, ещё и минус пять этим мечником мне. И я, да, и я всю игру ждал, когда канадец нападёт на Нубию и американец нападёт на Норвегию. Так я этого и не дождался, и вот это вот, собственно, те факторы, которые... Из-за которых вы проиграли. То есть, канадец должен был нападать на Нубию, американец должен был нападать на Норвегию. На всех, на кого должен был нападать англичанин, он напал. За счёт этого он и выиграл. Всё. Я закончил анализ игры. Ну, на самом деле, я ожидал, что Люкс нападёт. Я даже, кстати, не был бы против, чтобы он меня забирал. Я там вообще ничего не стал. Никаких, ни юнитов, ни стен. Ну, в принципе, я бы отдавал бы города. То есть, я не знаю, почему Люкс не напал на меня. Ну, опять же, норвежец ты тоже... Я открыл алюминий и понял, что его просто нет. А нападать на тебя всадник, ну, лучниками, ну, там, пары всадников, я не стал. То есть, надо было... На самом деле, не надо было рашить в алюминий, раз мы с ним так не везём. Надо было сразу рашить в кирасиров, в мужественных всадников, и на них тебя забирать, а потом уже алюминий открывать. Да, норвежец тебе надо было, конечно, построить этих своих дракаров, и не Ярославль забирать, а плавать и... Кошмарить американца с русским. То есть, не забирать Ярославль, а просто требовать их там денег, да, не всякое, с американца тоже. Не, ну, если бы он сам начал воевать, тогда я бы... Нет, смотри... И со своими плюс пять забрал бы его. Первое вначале было, когда я поставил город, я его поставил, и я вышел в закрытое озеро, вот это вот. Внизу у меня Нидорос остался, и я дракар построил, там нету никого, там закрыто, ну, то есть, я оказался в тупике, я в ловушке, да, то есть, мне пришлось поставить Берген для того, чтобы выплыть там. Когда я там пошел брать, единственный город оказался только Ярославль на этом. На самом деле, просто у норвежцы просто худшая территория в этой игре, по-хорошему, то есть, у него очень мало... Да, соглашусь. У него мало земли, мало всего. Ну, а лучшее у русского, но... Кубит, я не знаю, вот Кубит, из такой территории ты просто должен идти в кампуса и ставить кампуса, забив на все. И ты просто к ходу шестидесятому на этой карте бы доминировал. Ты... у тебя были бы лучшие юни, то есть, если бы на тебя напал норвежец в тот ход, когда он на тебя нападал дракарами, у тебя в этот момент уже были бы... Не знаю, чуть ли не мушкеты, наверное, должны были бы быть. Потому что с той территорией, которая у тебя есть, это куча кампусов на плюс пять. Это просто улет. Сразу кампуса надо было строить. Да, идти в кампуса и строить кампус. Потому что у тебя, по-хорошему, из соседей только норвежец есть. И тебе достаточно было не ставить город на побережье. Все города они ставят на побережье, идти в кампуса, ставить кампуса, и все, тебя ничего вообще не останавливает. Ну и разведкой заняться, а не то, что ты сделал. Ну что, над тобой столько места русских. Да, да. Заселить все это. Забрать Преслов, забрать Кабул, вот эти вот все города-государства. У тебя там... Вверх весь над Кардифом, Тумбру. Все это заселять тебе надо было. Просто если бы на твоей... На твоей... На твоей территории сидел бы Люкс, Мистер Ди или Самосвал, за любую цивилизацию, не обязательно за Россию, то они бы... Их бы победу к сотому ходу, я думаю, признали. То есть у тебя просто была лучшая территория ультимативно здесь. У других людей ни производства нету, ни гор нету, ничего нету. Ну и норвежец как бы... Он напал на тебя, не сказать, безысходности, потому что ему этот Ярославль, он ничего не дал. Всю игру этот бедный Ярославль мутузил. Туда-сюда. Ну, давайте, еще кто-нибудь что-нибудь хочет сказать и закончим на этом. Я наконец-то всю карту вижу. Я очень хочу стримчанить, посмотреть. Вот у меня та же проблема, что была у того, кто вышел там. Короче, ни к одному стриму не могу присоединиться. Я даже перезапускал уже Дискорд, нифига не помолву. Ну, не знаю тогда, в чем дело. Не знаю, что сказать. Алюминий говно. Вы хотите в Керамстон упал? Ну, потому что не надо как бы так вот прям на самолеты надеяться. Ты же видишь, человек от тебя отстает по науке. Да, ультимативная история. Самолеты, конечно, ты самолетами заберешь точно, но ты видишь, что человек от тебя реально... То есть, норвежец тут самый отстающий по науке вообще среди всех. Почему он не напасть на него раньше? Ну, раньше, как раз говорю, после Первого Союза надо было на Керасах нападать. Да, да. Надо было в Алюминий, в принципе, идти. Я не успевал в какой-то момент и в Алюминий, и в Керасах. Надо было идти в Керасах и во Всадниках и нападать. Ровно после Первого Союза. Ну, на самом деле, ты бы даже и Мишниками пришел бы забрал, просто я бы не стал бы ничего-то делать. Да, но, опять же, тебя останавливает то, что ты с ним в Союзе, а больше в Союзе не с кем. Но я по карте вижу, что ты мог бы союзиться с Русским в дальнейшем, понимаешь? Ну, нет, если бы я забрал Норвегию, я бы потом забрал еще и Русского, я бы не остановился. Ну, тут сложно сказать. Я не знаю, ты бы подошел к Русскому как раз во время его казаков. Ты бы... Да, как раз я бы пришел уже с Бобрами, скорее всего, потому что я захватил Алюминий норвежский. Да, да. И вот к этому моменту, да, да. Ты бы был наравне с англичанином, да. То есть тут уже были варианты. Вообще русский обязан был выигрывать игру, просто даже потому, что он русский. Сейчас вы его загнобите. Имбанас. Не надо человека. Может, мало часов наигранных. Да, так и есть. Ну, первый опыт. Это, видите, нам повезло, что на русском сидел неопытный человек, и так бы... Мы бы тут закончили намного раньше. Ну, вчера и позавчера я выиграл. А, ну тогда все, гнобим дальше. Вчера он улетел, да. Ну, я реально не видел, вот, чтобы сток к пятнадцатому ходу человек только видел в трех клетках от своих границ всю территорию. Я такого никогда не видел еще. Что там происходит на другой планете, нафиг надо знать. Мы чисто на Россию заточены. Главное, Россия. При этом одно золото в ход сейчас. Ну да, кстати, там... Я, видите, я подсказывал по ходу игры русскому несколько раз. Просто, ну... Он... Знаете, он такой красивый себе треугольничек построил из промышленных зон, а там у него железо. Потом идет атаковать Зензибар с Тараном, а у него там чисто конные юниты. При этом у него ноль золота и минус пятнадцать в ход. Такой вот. Но земля у него красивая. Ну, я же говорю, лучшая территория в партии просто. Ну, что ж, самосвал с победой. Да, поздравляем, ребят. Собственно, заслуженно, потому что и территория плохая, и расположение среди этих было плохое, но воспользовался всем, что предоставили соперники, и победил вполне заслуженно. То есть тут нельзя сказать, что, знаете, повезло с территорией как-то, нифига. Повезло с соседями пассивными. У меня на восьмидесятый ход город семь производства. Это что так? Да, да. Я вот когда просил вас покликать города, помните? То есть самое крутое производство было у канадца, на втором месте у американца, а у англичанина там, знаете, типа десять производства, двадцать производства, вот такое. Ты когда просил, я как раз вроде как поставил эти промзоны. У меня чисто с них только производство. Ну, все равно. У тебя хорошие промзоны были, а у англичанина так себе все. Я их планировал сразу еще с первого хода, если честно. Я видел. Вы вообще все почему-то промышленные зоны почти с самого начала. У русского прям такой треугольничек красивый стоит на промышленной... Все промышленные зоны. При том, что русскому надо компуса ставить. А он промышленные зоны планирует, которые хрен знает когда еще будут. А у него компуса на плюс пять. А нафиг компуса нужны. Промышленные зоны запланируем, на которых еще дожить надо. Лос-Анджелес падает. Нет. Там же Оскар должны вручать сегодня. Все. Не будет Оскара. Ну, думаю, я не буду трогать. Ну, спасибо за игру. Было интересно. Повторим еще как-нибудь. Спасибо за игру. Спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok